дорогие друзья всем добрый день сегодня я на кухне готовлю время половину первого обед 1 не варю у нас жара вот 30 градусов тени с утра сходила в магазин и купила овощи кабачок купила короче говоря огурцы все тут черники еще взяла по 250 рублей продавали чернику вот это вот большое майонезное ведро сейчас обжариваю лук и хочу сделать такое рагу типа рагу весь филе куриное порезала мелко кусочками морковка у меня здесь и картошка и кабачок вот такой вот рагу муж приходит вечером думаю зачем я буду варить это первое и еще вот здесь у меня блинчики будут блинчики здесь кефир на кефире молока немного добавила сахар яйцо как обычно сода мука немного масла подсолнечного и я немножко потом кипятка такой заварное делаю заварные блинчики вот особенно мясо не хочется в жару блинчиков то я бы поела у меня там просто кваша есть купила молока можно с холодным молоком сейчас вот здесь у меня лук обжарится немного и положу мясо куриное так вот соединю и будет такое блюдо неплохое я думаю овощное мясо конечно курочки на вот еще помидор порежу кстати вот эти вот белорусские помидоры мне понравились то что в пятерке по 73 рубля они уже у нас сегодня были такие вот крупные они вот так вроде бы твердые на разрезаются нет там белого вот этого сердцевины сейчас разрежу может быть это хвалю хвалю а это будет совсем не то но одной рукой так вот ну вот это даже как-то похуже то было вообще прям вот такая красная ну ты я так бледненькую выбрала я порежу вместе с овощами вот этой вот желтый и кожа такая она мягкая не не жесткая вот делали салат прям такая она хорошая помидорка ну запах есть или нет ну да помидорами как пахнет приятно хорошо понравились мне помидоры и стоят вот так вот овощные частники не продавали помидоры что-то нет никого даже пожалела что у женщины то и не купил вот это розовые помидоры очень хорошие вкусные но по 200 рублей конечно есть разница до 73 200 рублей вот огурцы по 100 рублей я сегодня купила ну там видимо и по 8 продавали такие я такие хорошенькие взяла по 100 рублей кабачок большой за 50 рублей был вот сейчас можно можно уже и мясо сюда положить немножко обжарить поперчу посолю добавлю овощи и потушу на тихом огне уже авто перец забыл купить перец ну просто такой черном присыплю какими-нибудь приправками положила картошку пусть немножко тут потушится пожарится чем буду так постепенно все закладывать все все овощи я заложила сюда в общем кабачки в последнюю очередь кабачки сейчас нежненькие мягкие даже и ядрышки все из все сюда я ничего не вычищала вот они прямо такие вот молочные вот вот такая вот красота я уже перчиком присыпала посолила сейчас крышкой закрою целые целая сковорода ну сейчас конечно они утушатся все тут будет меньшего объема ну а специи мы потом присыпем дорогие друзья пока у меня там готовится тушится жалко что блины сами не испекутся а так пока готовится решила примерить кое-что нашла в своем гардеробе которые вещи были так это далеко убраны что я про них и забыла то есть вот это вот футболка вот с любым с любимым же принтом принтом это от фаберлик единственное что вот здесь вот такая тоненькая какая-то сорочечная ткань конечно она все так это облегает не знаю нужно было наверно больше размером братья на нам я уже давно вот ну так вот в этом в это лето я еще ее не надевал и она конечно все тут выделяет что не надо выделять и на мне сейчас вот брюки сейчас широкие брюки модно я их покупала еще в турции не помню где в вайкики что ли и еще у меня одни брюки я покупала вот вот такие вот с таким принтом даже с кармашками такие широкие это то это вот вайкики я покупала такие они то ли штапельные вискозные ли такие прям холодящие летящие красота ну что-то я про это все забыла сейчас вот покажу вот так леопард леопардовые брюки они такие тоже так это шелковистенькие такие немножко как гофре ткань такая интересная нормальный я думала так взяла их ту муж дом буду ходить ну хотя в них можно вполне прилично выйти и вот с этой футболкой очень даже и ничего вот футболка вот она конечно такая вот жиденькая тянется но конечно все вот так вот просвечивает выделяет то что мне не нравится они не очень-то поэтому я ее люблю вот единственное так она желтая с таким с принтом красивым вот ну вот здесь вот здесь только вот так вот разгладить она такая тянучая вот так сейчас спальню примерим с другой вот такая у меня льняная плоская то ли он такой цвет изумрудный муж у меня не любит и и он говорит ну что ты надела какие какой-то солдатской катешту вот что ему не нравится такой цвет наверное что-то напоминает такая-то не футболка это как блузка такая летняя льняная мнется конечно она но натуральная ткань вот и с теми пестрыми брюками хорошо ну по-моему и с этими тоже подходит по-моему с этими тоже такой без черный тут такой коричневый цвет с зеленым тоже сочетается вполне вполне себе и ничего да ну и сейчас вот с теми брюками примере вот это вот блузочку она очень хорошо подходит к тем брюкам у нас очень жарко и меня уже здесь вот вентилятор стоит нам кстати от вентилятор маленький он так вот хорошо обдувает даже всю комнату но я же там и готовлю его переодевалась и мне стало снова жарко и вот надела я эту блузку с брючками такими разноцветными тут и белый и зеленые собственные белая футболка подойдет и можно что угодно надеть вот они такие летящие холодящие летние и что-то я про этот наряд совсем забыла ну а эти вот эти вот брючки конечно нужно было бы на размер побольше взять тогда они были бы так это слегка меня облегали а это так вот сверху они достаточно так плотненько меня облегают и нужно ну вот в этой вот она прикрывает пятую точку поэтому с этой блузкой хорошо ну или какую-нибудь другую вот у меня такая ткань она и не мнется такая тоненькая тоже летящая вот почему я их так не надевала не знаю не в прошлое лето то есть мода еще не пришла до нас вот сейчас именно широкие брюки в моде да такая вот ну там уже там уже все это было и как-то просто они не как не за не запали хотя вот я клюнула на этого парда ну буду дома ходить они такие удобные надел любую футболку и вроде бы и прилично и не мнутся и красота ну какой дома дома их тоже не надевал кстати них можно с очень ходить на улице здесь такой подгиб замечательные брючки и те и другие вот это вот конечно футболка такая не знаю то ли ее так вот посильнее разгладить чтобы она совсем уже болталась ну прям вот вот сорочечные вот смотрите но сорочный трикотаж у faberlic модель даже она обиделась на меня и упала единственное вот украшение здесь вот так было да если бы приличный был бы трикотаж было бы вообще классно парад на выходная бы было конечно вот с идеальной прям фигурой где ничего ничего не и не висит не это самая девочка молоденьким то конечно почему бы и нет так она в общем все подчеркиваю вот но желтый цвет я люблю вот немножко развлеклись с вами пока там у меня варится окну посмотрим что тут у нас варится не у меня уже все парится все варится уже стало жарко еще же нужно блины печь вот такая красота камер куда-то узела одной рукой держу надо попробовать как тут все кабачки то они быстро быстро упариваются картофель картофель в общем то тоже сейчас нужно попробовать картошку уже тоже вся мягкая наверное немножко нужно присолить и добавить приправки но приправу я добавлю вот такую кавказские травки и все перчика я уже перчиком присыпала ну еще чуть-чуть соли чуть-чуть присолить не пересолить бы муж у меня тогда скажет или солила он не любит сильно соленая хотя и правильно так уже смешаю размешиваю ложкой все все готово можно выключать вот такое будет с бульончиком наверное будет вкусненько я вспомнила что у меня еще и же паприка есть перец то я не купила ну вот я и присыпала еще такой сладкой паприкой все на этом и выключаем наше блюдо готово ну что дело дошло до блинов я уже пообедала кстати вкусно получилось посолила меру общем вкусненько 1 блин пиком первый блин такой у меня румяный кстати люблю очень румяненькие блины не люблю ли вы бледные вот такой вот он что меня надувается такой вот вроде бы сдобный надувается как как будто пресный это просто первый такой но снимается вот ведь хорошо кто-то вот говорит что надо яйца плохо будут сниматься блины и ничего подобного никакого перерасхода одного яйца достаточно вот у меня достаточно такая большая чашка пол-литра кефира здесь и я еще доливала молока потому что пол-литра кефира мало ну можно было ладушки такие маленькие но я долила молока и ну так вот не густо замесила развела вернее вот так как жиденькая сметана жиденькая прижиденькая сметана такой вот блин хватит вот я его супер раз на тарелку ну и маслом обязательно смазываю над витку взять второй блин уже получается вот такой вот ноздрястенький сейчас он такой вот такой попробовала вкусный сейчас я буду его буду блины с холодным молоком так мы процесс идет у меня я уже блинов наелась стоя я даже слышала что стоя есть полезно не поправишься у нам уже как говорится наш фигур ничем не испортишь вот но такое слышала так вот так вот масло наливаю немножко по сковородке его раз 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 и уже наливаю тесто одной рукой нужно же снять и блин налить полотенце кухонное повесила это у меня дочка здесь вот крючком вывязывала на полотенце покупала я сначала думала вот эти вот цветочки были на полотенце указывается нет это она вышивала сама ну что у меня лежит давно и я тут раскопала его вот такая вот красота ну вот и все блины готовы вот такие они румяненькие кружевные получились вкусно то я уже наделась ну и вы пеките блины всегда вкусно для разнообразия очень даже неплохо всем пока спасибо кто был со мной